САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте. Как сберечь леса городского округа Самара от пожаров? Какие санкции предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности? Как реализуется программа по предотвращению несчастных случаев на воде? В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара, и Усман Гафаров, руководитель управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Евгений Юрьевич, Усман Хамзевич, добрый вечер, спасибо, что пришли к вам в студию. Добрый день. Ну и давайте начнем с чего? Вот начнем с лесов. У нас на сегодняшний день встает жаркая погода, дожди бывают, но их, хорошо или плохо, это отдельный вопрос, не так много, но тем не менее, вот ситуация непростая. Начнем с общих данных. Вот сколько на сегодняшний день на территории городского округа Самара лесов? Ну, на территории городского округа порядка сейчас 8 118 гектаров это городских лесов, которые относятся как бы к полномочиям органам местного управления. Также на территории городского округа Самара произрастает леса на территории государства лесного фонда. Это порядка 5000 гектаров, в основном это в Красногринском городском районе. Ну, то есть, по сути дела, на самом деле, вот люди, многие, может быть, даже не знают, но у нас очень серьезное лесное хозяйство вот на территории города Самара. То есть, это очень хорошо, потому что это легкие города, мы это видим, мы это знаем, мы это чувствуем, у нас достаточно неплохая в этом смысле, я считаю, ситуация. С другой стороны, это ведь очень серьезная ответственность, потому что, ну, не секрет, леса горят по всей стране, причины на 99% это человек, ну, мы об этом отдельно сейчас поговорим, но давайте для начала поговорим о том, что делается для их охраны от пожаров, вот в это сложное время. Ну, ежегодно управлением лесного хозяйства, департамент городского хозяйства и экологии утверждается план тушения лесных пожаров, вот в этом плане согласовывается порядок взаимодействия, кто тушит лесные пожары непосредственно, у нас закреплено это за главным управлением ЧС Самарской области и также организация, подразделение, которое участвует в организации тушения лесных пожаров. Ежегодно, ежегодно мы планируем мероприятия по охране, защите и производству городских лесов. Да, вот это важно, чтобы предотвращать это. В рамках предупреждения и предотвращения лесных пожаров ежегодно устраивается опашка по границе лесов, меризованных полос, это 81 километр на сегодняшний день мы как бы устраиваем. Также производится очистка лесов от захламленности, от сухой растительности, как бы от древесных. Также мы устанавливаем маншлаги на противопожарную тематику в лесах с телефонами спецслужб, которые непосредственно при случае возгорания пожаров могли как бы обратиться куда. Также, кроме этого, в противопожарный период в общественном транспорте транслируется видеоролик на противопожарную тематику, на остановочных павильонах устанавливаются щиты на противопожарную тематику, на такую же, да. Также в рамках патрулирования лесов у нас разработаны памятки на правила пожарной безопасности. Мы проводим беседу с гражданами и выдаем данные памятки. Вот сколько на сегодняшний день человек или, может быть, команд занимается, вот если не дай бог произошло возгорание, сколько человек будет участвовать в тушении лесных пожаров на территории городского округа? Ну, данное количество, как бы, привлекаемые спецтехники, количество, это указано в плане тушения. Это у нас, как бы, непосредственно в черте города тушит третий отряд ПСО, МЧС. Вот, штат соответствует, как бы, площади, как бы, и городским лесам, там, как бы, все это регламентируется, и в городской очереди. Ну, то есть, как бы, и чисто технологически, то есть, все продумано так, чтобы это произошло все максимально быстро. Конечно. То есть, с момента сообщения, чтобы там, ну, было максимально короткое время, чтобы была развернута борьба вот с этим огнем. Соответственно, да. Позвольте, да, конечно, да. Да, ну, вот я хочу сказать, что при составлении плана тушения лесных пожаров учитываются также и силы добровольцев наших. Вот. Они не только на территории города, но они также принимают активное участие в случае возникновения лесных пожаров. Они укомплектованы ранцевыми огнетушителями и, в принципе, готовы выдвинуться для тушения пожаров. Мы знаем, что у нас же часть городских лесов на правом берегу Волги, на островах. Ну, не на правом берегу самого русла Волги, а на островах. И в том числе задействованы также силы нашего поисково-спасательного отряда. Есть катера, которые могут быть использованы для доставки как сотрудников третьего отряда, федерального отряда противопожарного службы, и в том числе добровольцев. Я считаю, что это тоже определенная сила. Это очень важная сила. Да. Плюс это еще и через добровольчество мы пропагандируем просто, чтобы все граждане соблюдали меры пожарной безопасности, в том числе в лесу. Потому что добровольцы – это практически население нашего города. И даже при общении с родными, близкими, своими детьми, они могут рассказать, к чему может привести неосторожное поведение в лесу с огнем. И здесь важный момент какой? Просто людям иногда объяснять. Вот вы правильно сказали, на остановках. Как я понимаю, порой выброшенный из окна автомобиля или из окна автобуса водителем окурок, не дай бог, он может привести к очень тяжелым последствиям. Он просто может лететь, 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 искры разлетятся, сильный ветер, сухая погода. И, в общем-то, вот это может произойти. Скажите, а сколько случаев возгорания было в лесах на территории городского округа Самара? И какой ущерб был нанесен? Ну, ущерба у нас лесным насаждением, слава богу, не было. Вот, если взять период, как мы с 20-го по сегодняшний день, как бы. То есть с 20-го по 22-й год, слава богу? Ущерба лесным насаждением не было. Это очень здорово. У нас было возгорание в 20-м году на площади 7 гектаров. Это горение сухой травы, без ущерба лесным насаждением. Это в внутреннегородском районе Красноглинском было, в районе смотровой площадки полка. В 21-м году стояла как бы жаркая, сухая погода. Обстановка пожарная была очень напряженная. Ну, на территории городских лесов было единственное возгорание на острове Мазеленики порядка где-то 1 гектара. Горение сухой травы. Опять же, это трава? Да. Мероприятия, которые мы ежегодно проводим, это опашка устройств милизинных полос, в данном случае как бы сыграли свою роль. И переход уже в лесной массив не произошел. То есть вы леса спасли? Вот, кстати, вы сказали о том, что еще собирается валежник, вот эта сухая древесина, то есть упавшие деревья. А ведь там, насколько я понимаю, там чисто юридически сейчас это достаточно сложно. Людям ведь там нельзя это собирать. Вот как это все делается, чтобы убрать вот этот потенциальный, скажем так, питательную среду для огня? Ну, сегодня у нас как бы законом Самарской области и постановлением правительства, как бы, валежная древесина, она приравнивается к недревесным ресурсам, и граждане могут как бы собирать валежную. Вот это очень хорошо. Единственный момент запрещена, как бы, трелевка древесины, это чтобы не повредить почвенный покров. Еще раз, что? Трелевка древесины. Это что значит? Ну, если зацеплять за трактор, волочить, и что бы именно... Конечно, конечно, конечно. Извините, тут можно тогда и нормальное дерево выдернуть. Ну, и, соответственно, как бы соблюдением пожарных и санитарных норм. То есть, пожалуй, вот это очень хорошо. Почему? Потому что это как бы позволяет очищать лес и содержать его вот в таком состоянии, когда, ну, скажем так, он легко не загорится так вот, насколько это возможно. В Самаре до 31 октября 2022 года действует особый противопожарный режим. Какие ограничения это накладывает на поведение в лесах? Противопожарный режим накладывает. При наступлении третьего класса в хвойных лесонасаждениях и четвертого класса в лесонасаждениях запрещается въезд транспортных средств, посещение лесов, ну, соответственно, разведение костров. Уважаемые коллеги, я предлагаю сейчас, знаете, что делать? Давайте сюжет посмотрим. Вот он как раз касается вот этой темы. И затем продолжим нашу беседу. Сотрудники МЧС совместно с председателем Совета ТОС поселка Шмидта и представителями Всероссийского добровольного пожарного общества прошли по дворам. Они напоминали собственникам домов о соблюдении простых правил, которые позволят не допустить возгораний. На сегодняшний день на территории городского округа Самара по основлению администрации городского округа Самара в период с 15 апреля по 31 октября 2022 года введен особый противопожарный режим, который вводит запрет на разведение огня, так и сжигание мусора и других отходов. Для жителей Запонского провели инструктаж. На территории поселка плотная застройка, немало старых деревянных домов. Костры во дворах и на приусадебных участках вблизи сгораемых строений разводить запрещено. Территорию, прилегающую к жилому дому, необходимо содержать в порядке. Мусор, сухую траву и листву нужно утилизировать. Дороги, проезды, подъезды и проходы к домам и источникам воды, используемым для пожаротушения, нельзя перекрывать. У каждого жилого строения должна быть бочка с водой. Жители поселка Шмидта получили памятки с правилами. Как выяснилось, большинство жителей знает о них и соблюдает. Мы как бы электропроводку поменяем все. Стоят бочки у нас с водой везде. Костры не разжигаем, шашлыки не жарим во дворе. Сложив ситуацию, мы вообще ничего не поджигаем, ни шашлыки не жарим, ничего, чтобы не было пожаров. Искры летят, да, ветер большой усиленный, поэтому и штрафы большие, я так понимаю. Профилактические рейды и общение с жителями приносят пользу, уверены сотрудники МЧС. Чем тщательнее собственники домов соблюдают правила пожарной безопасности, тем меньше возгораний. Ведь основной причиной пожаров летом остается неосторожное обращение с огнем. Уважаемые гости, ну вот мы как раз об этом и говорили, о том, что с одной стороны противопожарный режим, есть ряд санкций, то есть можно людей призывать к соблюдению. Но с другой стороны, вот один из, скажем так, героев сюжета, он отметил большие штрафы. И это на самом деле важно, потому что все-таки, ну без наказания, к сожалению, не всегда это работает. Вот какие санкции предусмотрены за нарушение правил пожарной безопасности? Ну, за нарушение правил пожарной безопасности, соответственно статьей 8.32 КОАП Российской Федерации, на граждан предусмотрены штрафы от 15 до 30 тысяч. Ух ты! На должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей. Но при наступлении особого пожарного периода штрафы, это на муга, они, конечно же, выше. Это примерно на граждан это в порядке 40-50 тысяч рублей, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей, на юрлиц от 600 до 1 миллиона рублей. То есть вот на сегодняшний день, сейчас как раз особый противопожарный режим, и поэтому штрафы те, которые вы сказали, увеличены. Штрафы, да, значительно в этом году они выросли, это с 8 июня 2022 года данные штрафы повысились. То есть людям нужно это очень хорошо понимать, и там, ну если вы уж, скажем так, морально не готовы соблюдать, то вы хотя бы понимаете, что вас просто накажут за это. И, наверное, справедливо. Наверное, справедливо. Евгений Ильич, вы что-то хотели бы сказать, как раз. Да, действительно, просто вот это, наверное, необходимо напоминать гражданам о том, что штрафы действительно в особый противопожарный период возрастают. Это касается как лесов, так это просто касается, вот как в сюжете мы видели, это население территории городского округа, а тем более вот особенно касается частной застройки, где плотная застройка, деревянные дома, и где нарушение правил пожарной безопасности невозможно приведет к тяжелым последствиям, и к материальному ущербу, и, конечно, нежелательно, чтобы гибли люди. Ну да, вот это самое страшное, не дай бог, конечно, и погорельцам остаться, это никому не пожелаешь, но когда гибнут люди, ну это вообще, наверное, самое страшное, что только можно себе представить, тем более, ну такая ужасная смерть, это пожар, это... Главный враг в лесу, пожар. Да. Вот если говорить об особенностях соблюдения пожарной безопасности в летний период в домах и квартирах, вот, уважаемые гости, что бы вы отметили, о чем нужно говорить в первую очередь? Ну вот, в принципе, наверное, наши граждане знают эти основные правила, вот мы в сюжете видели, что раздаются памятки, и вот участница разговора сказала, что мы проводку поменяли в доме в целях пожарной безопасности, потому что одна из причин пожаров, возгораний, это неисправная электропроводка. А в летний период, в период жары, возрастает нагрузка на электроприборы, это вентиляторы, кондиционеры, да, наверное, и холодильное оборудование с нагрузкой работает, поэтому необходимо следить, конечно, за качеством электроприборов, за состоянием электропроводки в домах, плюс лето, это и пух тополиной, и не поджигать его на улице, поджигая пух, мы увеличиваем риск возгорания автомобилей, да и просто распространение огня по территории, и заборы загораются, и в частном секторе и дома, и сараи, что тоже может привести, конечно, к негативным последствиям. Ну и, наверное, всем необходимо еще раз напомнить, это и на территории города, и в частном секторе, и в жилых квартирах, это неосторожное обращение с огнем. Это, конечно, курение в неотведенных местах, а, не дай бог, часто бывает и в кровати. Кажется, что площадь пожара 2 квадратных метра от человека нет, человек ушел из жизни, задохнулся, отравился продуктами горения. Зачастую такое тоже бывает. Ну и, соответственно, причина неосторожного обращения с огнем часто это состояние алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к жителям нашего города замечательного и к гостям. Ну, берегите себя. Думайте о своей безопасности. Я сейчас предлагаю посмотреть еще один сюжет, он касается тоже пожарной безопасности, скажем так, вот тех моментов, которые необходимо соблюдать, когда надо тушить, когда надо с огнем бороться. Давайте посмотрим. В жилом массиве поселка Козелковская станция на нескольких улицах проезду спецтехники мешают мусор и бетонные блоки, которые здесь время от времени появляются. Разобраться в ситуации приехали представители МЧС и сотрудники администрации Красноглинского района. Улицы перегораживают кучами, цепочками, шлагбаумами, блоками, для того, чтобы не могли люди проезжать. Мы убираем их, срезаем, видно, что срезаем шлагбаумом, срезаем цепочки, все убираем, но они вырастают по новой. О том, что перегораживать проезды незаконно, жильцам напомнили сотрудники отдела надзорной деятельности по Самаре областного главка МЧС. Профилактические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе проводят регулярно. Эти дороги предназначены для проезда пожарной техники. Жильцы перекрывают их цепями, блоками, наваливают кучи строительного мусора. И мы с этим стараемся бороться. Многие жильцы и дачники как раз не рады тому, что соседи ставят на дорогах незаконные блоки, а люди направляют жалобы через портал госуслуги. Проезды должны быть свободные. Мы, дачники, ездим на наш дачный максимум, живем там. У нас там и старые, и дети, как говорится, люди разных возрастов, мало ли что, что-то случится. Мы обращались в администрацию, спасибо, они реагируют, они как бы делают дело. Мусор, бетонные блоки убрали с проезда на улицах проходной от Радной Рощинской. Проверяющие напоминают, что перегораживать их не просто незаконно, но и опасно для жизни, поскольку в нужный момент могут не проехать машины скорой помощи и пожарной службы. Евгений Ильич, ну вот как прокомментируете? Ну, вот действительно, ведь главное, говорят, любой пожар можно потушить стаканом воды. Главное временное факт. Если вовремя. Да, если вовремя это сделать. И если у нас есть норматив по 10-минутному времени прибытия пожарных подразделений к месту возгорания, к месту пожара, а если вот случится такой блок, который не позволит пожарной технике подойти, значит, будет затрачено время по другому маршруту выезжать, и, соответственно, будет потеряно драгоценное время. Вот я хочу еще сказать, что и администрация города поддерживается, опять же, хочу вернуться к добровольцам. Вот они у нас в поселке Шмидта находятся, находятся в поселке Береза для как раз для обеспечения 10-минутного времени прибытия первого пожарного подразделения, для того, чтобы обеспечить своевременное время тушения пожара. Кроме этого, вот сегодня еще добровольная пожарная команда Самарской области несет службу в детских лагерях, обеспечивают их безопасность, потому что лагеря находятся в лесном массиве, в поселке Песчаная Глинка, и для обеспечения, для безопасности детей они там находятся в круглосуточном режиме, всегда в готовности организовать и начать тушение, организовать тушение пожара. Если не дай бог это понадобится. Ну вот как раз это к вопросу, опять же, о пожарной безопасности лесов, о чем мы с вами как раз с Монхом Зевичей говорили, то есть насколько это важно, подчас мы даже не понимаем, во что это может вылиться. Это вот чрезвычайно такая сложная история. А, кстати, а сколько у нас сейчас на сегодняшний день человек в добровольных пожарных объединениях? Ну, вот у нас вообще добровольцев очень много на территории города. Я, наверное, за всех не смогу сказать ни по количеству, ни по другим. У нас заключено соглашение о материальном стимулировании с двумя пожарными командами добровольцами. Это добровольная пожарная команда Самарской области. Они у нас организуют несение службы в поселке Шмидта, который, как известно, находится, ну, отрезан от основной части города, железной дорогой. И иногда по причине движения пассажирских и грузовых поездов не всегда штатная пожарная часть вовремя может прибыть к месту тушения пожара. Поэтому они уже длительное время, более 10 лет, несут там службу. И добровольная пожарная команда в поселке Береза. Там тоже отдаленный район, отсутствует федеральная служба, которая в течение 10 минут может прибыть. И вот принято решение о заключении договора с этой пожарной командой для того, чтобы они подали первый ствол. В каждой пожарной команде есть пожарный автомобиль, эти пожарные ранцевые огнетушители, это если там какой-то личной или ландшафтный пожар. Ну, и это ежедневно в каждой команде заступает на дежурство от 3 до 6 человек. Поэтому, исходя из норм по организации труда, нетрудно догадаться, что где-то там около 35-40 добровольных пожарных в каждой команде. Кроме этого, у них есть еще резерв, который они привлекают. Это добровольцы, как они у них, когда есть возможность, они принимают участие в тушении. Но я хочу сказать, что добровольцы занимаются не только тушением пожара, они занимаются большой профилактической работой, как вот и даже на первом ролике мы видели. Участвуют вместе с офицерами МЧС, с надзорным ведомством в распространении памяток, проводят профилактические беседы. Ну, и в том числе вот в детском лагере и занимаются с детьми, показывают, рассказывают о мерах пожарной безопасности, пропагандируют, скажем, даже, может быть, работу пожарного, может, кто-то из ребят свою жизнь свяжет с работой спасателей. Уважаемые гости, вот летом два главных врага у нас – это огонь и, как ни странно, вода. Вот сейчас давайте поговорим о воде, потому что, с одной стороны, это очень здорово, это основа жизни, с другой стороны, там же можно жизнь легко и потерять. Купальный сезон в разгаре. Вот какие пляжи сейчас открыты, и какие мероприятия проводятся для предотвращения несчастных случаев? Ну, у нас город на Волге. Было бы, наверное, грешно не иметь хороших мест для отдыха горожан и для гостей областной столицы. И у нас на территории города образовано 8 пляжей. 9 пляж организуется на время проведения мероприятий на фестивальной поляне. Такие мероприятия, как Грушинский фестиваль. Вот он закончился, отработал там пляж и спасательный пост. И ждем в очередной раз, когда будет фестиваль Волга, тоже будет организована работа пляжа, муниципалитетом. Ну и 8 пляжей на территории, на реке Волга. Это все очереди набережной, это загородный парк, это спуск на улицы Советской армии, спуск на улицы Барбошина-Поляна, санаторий Можайский и Красноглинский пляж, это 26-е лесничество. В районе 26-го лесничества. Но, значит, силами администрации, конкретно Департаментом городского хозяйства и экологии, подготовлены эти пляжи. Они оборудованы необходимым всем оборудованием, скамейками, зонтиками, раздевальными кабинами. Значит, кроме этого, завезен песок, осуществляется еженедельная уборка пляжа, ежедневная уборка пляжа, проверяется дно водолаза. Самое главное, дно проверяется. Да, для того, чтобы обеспечить безопасность купающихся, как Волга, это живой организм, условно говоря, течение может быть где-то поменяться, увеличится подъем уровня воды, принесет какую-то там, не дай бог, корягу, что может принести беду. А вот своевременный осмотр дна, свидетельственное водолазное дно позволяет, условно говоря, обеспечить безопасность. Но кроме всего вот этого постоянно и стационарного, что как оборудован пляж, конечно, организована работа спасателей. Ежедневно на городских пляжах работает 44 спасателя, аттестованных, взрослых. Часто говорят, что вроде бы до 18 лет. Нет, мы очисляем контроль за тем, чтобы на спасательных постах работали только совершеннолетние граждане, имеющие хорошо плавать, аттестованные. Значит, хочу также сказать, что спасательные посты и сами спасатели оборудованы всем необходимым оборудованием. Это, во-первых, средства спасения, спасательные круги конца Александрова. Это для спасения утопающих. Также обеспечены необходимым оборудованием сами спасатели. Это дыхательные трубки, маски, ласты и плюс, ну, другое оборудование уже в модуле, где есть медицинская сумка для того, чтобы можно оказать какую-то первоначальную помощь гражданам, которые, ну, так или иначе пострадали. Хочу, наверное, заметить, что в этом году нам удалось не допустить гибели на пляжах. Вот это, кстати, очень важно, потому что в Самарской области, к сожалению, люди, погибшие на воде, уже есть, и в том числе есть подростки. Вот не зря требования губернатора Самарской области. Но там это везде погибли на необорудованных пляжах. Да, вот я хочу сказать и Главное управление МЧС России по Самарской области, Олег Васильевич Бойко, руководителя Главного управления, постоянные требования к тому, чтобы органы местной власти оборудовали такие места, чтобы были оборудованы безопасные места. И чтобы люди не ходили туда, где не оборудованы. Не ходили туда, где не оборудованы. Вот это надо лишний раз напоминать. Я хочу сказать, что у нас в городе, на территории города тоже таких мест предостаточно. И в целях, ну скажем, информирования граждан о таких местах, в каждом из таких мест установлены знаки «Купаться запрещено». И это не просто так? Это не просто так. Это горький опыт. Практически во всех местах в прошлые годы где-то проходили несчастные случаи трагедии. Спасибо за интересную содержательную беседу, полезную беседу, потому что, ну как известно, капля предосторожности стоит рек лекарства. Нужно людям об этом еще раз напоминать, 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 чтобы, не дай бог, беды не случилось на самом деле в их семьях. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара, и Усман Гафаров, руководитель управления лесного хозяйства департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самара. Берегите себя и всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова